Здравствуйте, друзья! Очередной отчет. Сегодня, не помню какое число, может быть 14, уточню, 14 июля 2018 года, может быть 15 уже. Что на этой неделе у меня было? Первую половину недели я как-то так отъедался, хотелось вареной еды, круп, мясо. Интересная история у меня была, когда я захотел есть, и что-то ничего мне не помогало. Я уж и вареных круп, и гречки, и ячки поел, и так далее, и овощей, и что-то ничего не помогало. И один день, я не помню, да, один день я пошел, чуть ли не в понедельник, что ли, в магазин. Сначала хотелось молочных продуктов, но просто для удобства попил ряженки, ну и как-то особо не хватило. И подумал, ну вообще я сейчас нахожусь в деревне, и тут в местных магазинах выбор очень ограниченный. И как бы вот с точки зрения того, что чем бы наесться, когда находишься рядом с магазином, имея выбор тот, который там находится, как бы чтобы выбрать, как бы хлеб вот черный, как бы им хорошо, конечно, наедаться, но он с дрожжами, и с сахаром, и с солью, и так далее. Но соль-то это еще не самое плохое. И с мукой белой. Вот, и поэтому хлеб как-то не вариант, и думал то, что мясо там нормальное, ну как бы тоже колбаски какие-то. Вот, и подумал, пойду я поем колбаску. Вот, пошел смотреть, выбирать, что там есть, смотрел на докторские, смотрел там еще какие-то. Вот, и увидел то, что рядом стоит прозрачная такая коробочка с холодцом. Я спросил, что это, мне сказали, холодец, сказали, местный холодец из мяска. А я до этого смотрел на докторскую, уже согласен был на нее. Вот, и, в общем, поел холодец, и как-то, как-то хорошо, как-то хватило и хватает, в общем-то, надолго. И, ну, потом, продолжая дальше, вот в первой половине недели я отъедался вареной пищей, и ближе к концу поел еще в первой половине недели еще гречку и с котлеткой в кафе местном попробовал. Вот, ну, суп гороховый. И, в общем, еда, которая варится другими людьми, как-то она, как-то, по ощущениям для организма, она не очень, не очень хорошо воздействует на организм. Вот, но с точки зрения того, что она естся, вот она помогает. И я сегодня и вчера, вот как-то на сырых днях нахожусь на живом питании. Сейчас благо начинается в деревне. Ну, и вообще на природе такая пора, когда появляется большое количество полезной еды, которая растет. Вот, и горох свеженький, зеленый, и ягод много. На этой неделе очень много ягод ел разных, и малины, и клубника закончилась практически. Сейчас землянику тоже практически, землянику тоже ел. Малина, сейчас малина в больших количествах. Вот, и сейчас еще нашел иргу, поел. В общем, ем ягоды и плюс еще зелень, типа лука, укропа, кабачки еще тоже начинаются. В общем, в плане еды, наконец-то, становится довольно-таки хорошо, потому что до этого здесь мало что росло, и, ну, как бы, приходилось есть в основном крупы. Была редиска и зелень была. Что заметил? Заметил то, что вот иногда периоды бывают такие, то, что нужно поесть именно вареной еды. Иногда, может быть, даже каких-то продуктов животного происхождения. Чем более органического производства, тем лучше. Ну, а если нет возможности, то хотя бы какие-нибудь. Ну, потому что как-то вот, потому что, как я свой организм чувствую, это имеет смысл. И иногда появляется такое ощущение, то, что можно побыть и на живом питании, и как-то вот ешь это, эту сырую еду и наедаешься. И все в порядке, и как бы не хочется ничего более. Что еще? Вторую половину недели еще пью, пробую пить воду из колодца, колодезную воду. Пока идет нормально, хорошо. Вкусная вода. Не фильтрую ее никак, а прямо из колодца набираю. Выливаю там крошки, грязинки, которые там плавают, и пью. Ну, в этом смысле я просто думаю то, что, как бы, а вот как животные, например, они вообще из лужи пьют. Ну, понятное дело, то, что организм это все фильтрует, просто нагрузка на организм. Ну, колодезная вода должна быть полезная, как я во многих источниках слышал. О, бабочка села на плечо. А еще по поводу температуры. Отмечу момент такой интересный. Сейчас проедет мотоцикл. По поводу температуры. У меня продолжает держаться температура. Ну, по крайней мере, первую половину недели, вторую половину, последние пару дней я не меряю. Как-то интерес у меня к этому пропал, к измерениям этим. Была у меня температура 37,5, и я на какое-то время перестал закаляться, подумал то, что, ну, как бы, какой-то воспалительный процесс, значит, надо дать организму переболеть непонятно чем. И в середине недели был аж такой день, то, что... Все-таки не хочет улетать. Улетела. Прилетела опять. Был такой день, то, что я сидел, ужинал. В первой половине дня у меня сырая пища была, и где-то часам к шести я подумал то, что надо поесть, чтобы сил набраться. Вот, и ужинал, ну, и чувствовал просто какое-то тепло по всему телу. Ну, такое тепло, которое как-то было, ну, более ярко выражено, чем обычно. И решил померить температуру. У меня температура была 38,1. И, ну, вот, как бы, вот, а я при этом, ну, что-то делаю. То есть, вот, есть некоторые люди, которые чувствуют вот такую температуру 38. 38, это как что-то очень такое, очень болезненное, и у них болит голова, и они ничего не могут делать, только лежат. Вот, все по-разному переносят температуру. И у меня вот было такое состояние, то, что, ну, как бы, ну, как-то вроде и все в порядке. Вот, и я просто начал думать, анализировать, а почему это может быть. И вспомнил, начал вспоминать то, что, например, от меда появляется, то есть, организм как-то разогревается. Вот слышал то, что от меда температура повышается. Слышал то, что от малины температура повышается. Ну, вообще, вот малину заваривают, листики малины, для того, чтобы в жар бросало человека. Плюс также слышал то, что, когда человек бегает, например, вот спортсмены, которые бегут в марафон, бывает так, что у них повышается температура до 39 градусов. До 39 градусов и все бактерии там выжигаются. Плюс еще слышал то, что когда человек, например, обливается холодной водой, обливается, кратковременное охлаждение и идет изнутри разогрев. Внутренние органы разогреваются, то есть, по идее, повышается температура. Не знаю, я, в общем, решил не заморачиваться и решил продолжать закаляться. Ну, и как бы при этом чувствую себя хорошо, нормально, как бы слабости нет, как бы каких-то новых симптомов в странах не появилось. Ну, как бы, ну, пока так, потом дальше посмотрим, что будет с температурой. Может быть, это вот из-за того, что я сейчас в последнее время каждый день, ну, в среднем съедаю меда, ну, грамм по 100, по 150. Ну, на этой неделе чуть поменьше ел. На этой неделе, наверное, ну, каждый день там грамм, может, по 100 ел в среднем. Вот, и бывало так то, что ел много малины. Один раз пошел на рынок, купил малины, не с огорода, а был на рынке и решил еще купить малины, килограмм малины. Буквально за 100 рублей. Ну, и вот. А морковь на этом же рынке продавалась килограмм за 70 рублей. И вот деревенские люди, которые со своих огородов продавали 100 рублей килограмм. Вот я прям купил и съел его сразу. Ну, и как бы, вот, может быть, такие эффекты от малины, может быть, такая температура поднимается. Ну, а в целом все идет по плану. Как бы, я пока нахожусь без сахара и без муки. И упор делаю на закал, загар, растяжку. Вот, кстати, по поводу растяжки. Еще в библиотеке взял такую книгу почитать. Сегодня начал. И очень большая польза для здоровья оказывается растяжкой. Это очень, очень оказывается интересная вещь, ну и в плане вот теории. Так что рекомендую тоже растягиваться. Растяжка и убирает зажимы из мышц, и расслабляет их, и делает эмоциональное состояние человека позитивным. Ну, потому что стрессы как бы уходят. Все это очень связано. На этом отчет буду заканчивать. Благодарю за внимание. Все самого доброго. Пока.